Друзья, а прямо сейчас для вас, чтобы поднять настроение с утра, в субботу драм-шоу 11, шоу-барабанщи, встречайте. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И мы аплодисментами встречаем в нашей студии драм-шоу 11, шоу-барабанщи, единственное в Красноярске. Анна Наумкина, Виктория Сергеева и Кристина Казакова. Девочки, доброе утро! Не могу не спросить. Доброе утро, во-первых. Перед Новым годом мы с вами встречались, вас было двое. Коллектив растет, развивается. Что происходит? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Расскажите, как это трио, да, вот именно этот состав, мы так понимаем, он у вас очень мобильный, ваше появление вот этого трио? Да, все верно, у нас мобильный состав, у нас постоянно развивается, расширяется коллектив, и постоянно творческие разные идеи. Вот, например, с Кристиной у нас есть программа. Вот, соответственно, помимо этого, у нас еще есть тоже разные программы. Но вот в прошлый раз мы с Викой, как вы... Да, вы были в дуэте, я помню, да. Да, то есть такой основной костяк, а так бы, как сказали в сэском фифе, о, какая текучка, какая текучка. Это называется сертифионные музыканты, по-моему, да? Ну да, это вообще сеты какие-то. Скажите, как подбираются инструменты, как вы считаете, на ваш взгляд, чем именно скрипка дополняет вот вашу, как это правильно, перкуссию, да? Да, это, скорее всего, даже, во-первых, это интересно, во-вторых, ну, достаточно неожиданно такое сочетание. Да. Да. Нежные скрипки, да, и барабаны, такой достаточно мощный инструмент. Ну, получается, здесь вы солируете, да? То есть у вас же основная такая роль, а девушки у вас на, как это, ну, это не подпевках, наверное, про барабаны. Кристина сейчас должна сказать, мне еще непонятно, кто кого дополняет. Давайте послушаем, да, как вы себя ощущаете вот в этом трио? Чувствуете ли вы себя первой скрипкой и единственной здесь? Еще непонятно, кто кого дополняет здесь. Все правильно. Да, ты не подсказывай. Девчонки, мы вот сегодня в День российской науки решили и у вас спросить, вообще, музыка, это вроде как одна сфера, да, наука и искусство, все время спорят, как вот и спорт, да, и искусство. Каждый перетягивает это дело, так скажем, на себя. Что первично ты написала? Ну, что, да, для вас, как музыкантов, вам чем помогает наука? Какие вот именно технические вещи и прогрессы добавляют вам, что вашу работу делает и творчество легче, интереснее, возможно? Ну, достаточно сложный вопрос, если честно. То есть барабаны, они, в принципе, такой достаточно древний, можно сказать, самый древний инструмент. И постепенно это все расширялось и развивалось, и, соответственно, опять же, благодаря науке, да, если можно так сказать. Вот, поэтому, как бы... Ну, вот мы, зрители, у вас сегодня было необычное такое звучание между вот этими небольшими барабанами белыми. Есть еще? Да, это что такое? Это называется ковбел. Как? Ковбел. Ну, это же, наверное, уже не как придуманное, да, людьми? Ну, вот это... Ну, да-да-да, то есть это вот такой вот элемент, который можно использовать тоже в перкуссионной, там, ну, как бы, допустим, да, в перкуссионной установке. Ковбел, это, по-моему, коровий колокольчик. Коровий колокольчик. Ну, это имитация, я так понимаю. Так бы пришлось бы без науки его действительно сюда таскать, корову искать, нет, колокольчик отбирать. Ковбел, еще важный вопрос. Первое, единственное, я знаю, что шоу барабанщица, я так понимаю, он единственным и остается. Подтягиваются ли какие-то конкуренты, возможно, где тоже наблюдаете кого-то? Кто пытается его скопировать, не знаю, создать подобный проект, чтобы, да, забрать у вас свою долю славы. Хороший вопрос. Мы не слышали про такое, честно говоря, не слышали пока еще... Пока мы еще остаемся единственными. Опять же, насколько я знаю. Ну, а вы говорите, у вас мобильный достаточно, да, коллектив? Вы берете мужчину или у вас все-таки гендерная есть не дискриминация? Жестко отсекаетесь. Никаких мужиков. Не надо. Нет, у них, давайте скажем, что есть мужчина. Мужчина менеджер, да, как-то правильно у вас там. Который остается за кадром. Промаутирует девочек. Да, но на самом деле у нас все-таки тут по гендерной принадлежности набирается коллектив, у нас девчонки. Ну, и это правильно, на самом деле. На девочек пресс не смотреть. Мужчины просто хуже играют и сейчас. Как-то так. Ну, девчонки, давайте всем пожелаем на хорошего дня российской науки. Поздравим всех, конечно же, хорошего настроения сегодня в субботу. Да, поздравляем всем с днем российской науки и всем хорошего настроения. Прекрасно. Драм-шоу «Элевен» Анна Наумкина, Виктория Сергеева, Кристина Казакова были у нас в гостях. Теперь уже в расширенном составе. Конечно же, пожелаем им удачи. А прямо сейчас узнаем, чем можно будет заняться в Красноярске уже в ближайшие несколько дней. Продолжение следует...